Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Все слова вроде понятны, а общий смысл как-то совсем не ясен. А что это значит «мы благоухание»? Это как? Ну, вы знаете, вот здесь для того, чтобы это понять, надо все-таки начать немножко раньше. И как минимум с 14 стиха здесь такой длинный и распространенный образ. Благодарение Богу, который всегда дает нам трожестовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы, Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Что же за благоухание? Читать как-то неловко. Ну, ладно, мы привыкли о себе говорить как о спасаемых грешниках, как о каком-то еще. Но чтобы сказать «я благоухание», я, знаете, такая лилия полевая, вот мной всякие любуются и меня всякие нюхают с удовольствием. Как-то не очень скромно. И, ну, прямо, скажем, зная за собой много, не повернется язык, так сказать. Но здесь ведь, еще раз говорю, сложный образ. Что здесь описано? Вот я прочитаю, может быть, свой перевод. «Благодарение Богу, Он всегда проводит нас в триумфальном шествии Христа-победителя. И повсюду через нас Он распространяет, словно аромат благовоний, знания о себе. Мы, Христово благовония, в жертву Богу и среди тех, кто получает спасение, и среди тех, кто погибает». Смотрите, здесь два образа сливаются в один. Первый – это очень конкретная вещь, это триумф, парад, победа на Красной площади. Кстати, вот типичное триумфальное шествие. В Древнем Риме они тоже, конечно же, проводились после каждой успешной военной кампании. И на этом шесте много чего было. В частности, полководец, который одержал победу, он проходил во главе своего войска, а еще вели пленников, между прочим. Этих пленников нередко убивали, потому что они спротивлялись, они были военными преступниками, ну, с точки зрения римлян. И, может быть, на самом деле они были борцами за свою свободу. Но, в общем, частью этих торжеств была казнь непокорных вождей племен, которые Риму не оказали должного уважения, а не просто так резня кого попала. И на этом триумфе, конечно же, было очень много всего, как всегда такие пышные шествия в Древнем мире сопровождались, в том числе, воскурениями. То есть, на кадильницы, на всевозможные вот такие угли, горящие в разных самых местах, бросали ароматические смолы, разные иные вещества, ну, чтобы воздействовать на все чувства. То есть, там и музыка, и пение, и блеск доспехов, и мерный поступ шагов, и крики ликования, и все-все-все вместе, и запах. Причем запах имеет какой-то религиозный смысл. Это не просто духи там разбрызгивали какие-то, и духов еще не было. А это именно воскурение, которое ритуально призывает, скажем, богов римских, соответственно, поучаствовать в этом триумфе. И после этого триумфа одних награждают и прославляют, а других казнят. И он говорит, а кто мы на этом триумфе? А мы запах. То есть, мы не победители, нет, победитель Христос. Мы не войско даже его. Ну, какое мы войско? Ну, посмотрите сами на нас. Но мы и не пленники, которых сейчас будут убивать, а мы запах. Потому что войско, оно не всюду дойдет, а запах всюду. А запах то, что всюду проникает и говорит человеку, о, здесь какой-то обряд совершается, здесь благовония воскуривают. И он говорит, мы Христово благоухание Богу в спасаемых и погибающих. И вот те, кто ждет награды, кто ждет, что вот римское войско дарует мир, процветание, благополучие, и те, кто ждет своей казни после этого триумфа, они слышат этот запах, чувствуют его, и для них он вроде бы одинаков, но смысл прямо противоположен. И он говорит, вот есть те, кого Христос спасает в своем шествии, есть те, кого Христос, вероятно, казнит в своем шествии. И мы тот самый запах, который об этом объявляют людям. Очень скромная роль, но необходимая. Так что даже слепой почувствует, что происходит что-то значительное. Ну, а кроме того, благовония использовались, конечно, в ветхозаветном храме. И жертвенник для воскурения, он стоял внутри, собственно, храмового здания перед святым святых, и на него тоже кидали эти благоухания, благовония. И можно сказать, что и здесь это жертвенное нечто, да, то есть мы, кто мы такие? Мы, собственно, кусочки ароматической смолы, брошенные на угли. Не такая уж почетная роль, а не сказать, что приятная, на горящие угли как-то очень не хочется бросаться, да. То есть это может быть указанием и на мученичество. Но смотрите, а почему Павел не скажет, мы жертва Богу, нас режут перед алтарями, чтобы сжечь на этих алтарях нас, мы же барашки, вот овцы стада Божьего. А потому что Христос уже принес кровавую жертву. Уже нет нужды. И вот отсюда, кстати, богословие и мученичество вытекает. Зачем мученичество, если Христос всех искупил? А что еще нужно, чтобы кто-то? А сколько еще нужно, один человек или пятьдесят, или миллион, чтобы Христу силы придать? Да, он сам не справился, нужен кто-то ему на помощь. Нет, конечно же. Но благоухание. А смысл мученичества ровно в том, что это благоухание. Это то, что рассказывает миру о триумфе Христа. На угольке лежит ладан. Ничего он не совершил сам по себе. Но он лежит смирно, тихонечко на угольке, и аромат, который он издает, говорит всем, кто только рядом. Всем, кто, может быть, не видит, не слышит, не хочет об этом ничего знать. Одних предупреждает о гибели, другим дарует спасение. Не сам, не сам, но силуя триумфатора, который проходит в этой процессии. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok